Славное Евангелие Деяния святых апостолов, 26 глава, с 24 по 32 стих. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест», — сказал он, — «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило». «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». «Когда он сказал это, царь и правитель, вереникой сидевшие с ними, встали, и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю». «Размышления, часть первая. Безумие для мира. Деяние святых апостолов, 26 глава, с 24 по 27 стих. Фест происходит не из религиозной среды, поэтому речь Павла кажется ему чем-то ненормальным. Он решает прервать ее и заявляет, что Павел безумствует. Стих 24. Ясно, что для тех, у кого в сердце нет Христа, Евангелие звучит глупо и непонятно. Павел пишет об этом в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 18 стихе. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас – спасаемых, сила Божья». Павел обращается к Агриппе и бросает вызов его вере. Он спрашивает Агриппу, верит ли тот пророкам и всеми их пророчествам о Мессии. Этот вопрос касается самых глубин сердца царя. «Стыдитесь ли вы Божьего слова или гордитесь этим посланием надежды?» Попытайтесь написать свою собственную презентацию Евангелия. Деяние святых апостолов, 26 глава, с 28 по 32 стих. Обратите внимание, как реагирует Агриппа на вопрос Павла. «Очевидно, что страстная речь Павла глубоко задела его. В некоторых переводах говорится, что он был почти готов стать христианином. Павел вел себя так, как призваны вести себя все мы, быть готовыми дать ответ всякому, требующему отчета, в нашем уповании» – первого послания Петра, 3 глава, 15 стих. Защищаясь от обвинений, он также проповедует Агриппе Евангелие, обосновывая свою надежду во Христе. Павел делает это скротостью и благоговением. Проповедуя Христа, мы не должны быть навязчивы или грубы. Мы всегда должны возвещать истину в любви. Как вы поступаете, когда неверующие задают вам вопросы? Уклоняетесь от ответа или говорите истину в любви? В общении необходимо проявлять кротость и почтительность. Молитва. Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя за Евангелие. Пожалуйста, помоги мне не стыдиться своей веры, но смело и твердо говорить о ней. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...